Маткульт, привет! А пошла запись, да? Да. Все, тогда значит и прелюдия тоже. Если будем делить. Второй день Сероса! Вот, а вот эта задача, которую я сейчас скажу, если ты ее не решишь, то... Позор на мою голову, Сидор. А вот не совсем. Она хитрая. Так, давай. Я не знаю, там решили. Первая задача второго дня. Папа Саватеев пытается решить в лоб. Сейчас посмотрите, сейчас посмотрим. Значит, на тоске написано 11 целых чисел. Не обязательно различных. Так. То есть, ну понятно, мы записали там какие-то 11... Я увидел картину. Семь лет спустя называется. Света приезжает в Сероса, стоит здесь мы с двух сторон и решаем на скорости ее задачи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Это повод не отписывать ближайшие семь лет от канала, да? Да. Ждите этого. Ну, кстати, уже в девятом можно, уже через пять, если... Да. В восьмом можно. В восьмом. Как я на инфу... Да, жесть. Да, значит, 11 целых чисел необязательно различных. Может ли оказаться, что произведение любых пяти из них больше, чем произведение остальных шести? Господи, смотри. Шести, наверное. Да, то есть мы берем любое разбиение на множество из пяти и шести и говорим, что у нас должно быть вот так. И может ли такое быть? Целых или натуральных? Целых. Не обязательно различных. Но натуральных, я думаю, ты справишься сделать действительно. Ну, в смысле, если я сделаю для натуральных? Для натуральных просто берем пять наименьших и шесть наибольших. Нет, нужно, чтобы любые. Да, то есть, ну, как бы для натуральных, очевидно, строится контрпример. Потому что мы берем пять наименьших сюда, пять наименьших, остальные шесть сюда. Я смотрю, туплю и не понимаю. Пять и шесть. Ёкарный бабай. Да. Может ли быть так, что произведение любых пяти больше, чем произведение любых шести? И если мы берем только натуральные, это на понимание условия, мы берем просто сюда пять наименьших, сюда остальные. И, очевидно, вот это не больше. Не меньше. Так, теперь, если они не отрицательны, тоже, наверное, очень быстро можно доказать, что этого не может быть. Потому что, ну, опять же, если все натуральные, то вопрос снят. Да, если есть два нуля, то уже это условие не может быть соблюдено. Да, безусловно. Значит, соответственно, есть только один. То есть, что мы записываем ноль сюда, ноль сюда, и они равны. Ну да, если есть один ноль и все положительные, то, опять же, не может быть. Берешь ноль в эту группу и шо-па. Жора. Отлично. Так. Значит, если такое возможно, то нам нужно подключать отрицательные числа. Обязательно, да. Так, значит, если такое возможно, то нужны отрицательные числа. Так. Произведение любых пяти больше, чем остальных шести. Произведение любых пяти больше, чем остальных шести. Думайте, кстати, вам тоже проверка. Думайте, думайте, да. Отличная задача. Думай, думай, голова. Сколько будет дважды два? Так, если я возьму вот эти, значит, вот у меня 11 ячеек. Так? Ну, вроде да. Раз в 10 палочек было, значит, ячеек 11. Так. Значит, я заполняю их так. Я заполняю их так. Значит, и каждый раз я перемножаю получающиеся... Ну, смотри, что я хочу. Я тебе могу сказать сразу, что я хочу. Давай. Во-первых, наверное, очень быстро можно разобраться, что нуля среди них вообще нет. Допустим. Ну, то есть я... Ну, допустим. Допустим, доказал. Тогда... Тогда они все отличны от нуля. Теперь я делаю следующее. Я перемножаю много-много из этих равенств... Так. Так, чтобы получилось, что... Так, чтобы получилось, что... Неравенств. А, давай назовем П произведение всех. Да. Что П в катой больше, чем П в степени К плюс 2. К плюс 2? Да, потому что квадраты. Сука. Тут же могут быть отрицательные. Тихо. Ой, извините. Ну, в принципе, это собака женского пола, так что ничего страшного. Да, имеет самое прямое отношение к делу главное. Да, может же быть, что... Мне нельзя сократить на П в катой, да? А, стоп. Стоп. А вот так... Ну, так получится, наверное, да. Все. Если ты это сделаешь. А, ну подожди, нет. Тогда противоречие будет такое, которое не является противоречием. Нет. Да, здесь понятно. Если П отрицательные, тогда у тебя противоречия нет. Ладно. А вот так? Ну, вот так. Уже все. Так уже все. Да. Если нет нулей, то все. То есть понятно, да, что я хочу? Понятно. Первый шаг. Я хочу доказать, что нулей среди них нет. Ну, во-первых, нет двух нулей. Уже обсудили. Двух нулей нет. Да. Доказали. Там и там ноль, и ноль равно нулю, а не больше. Так, значит, есть один ноль. Почему это не может произойти? Потому что если есть один ноль, то мы можем его спарить. Значит, мы можем, значит, что сделать? Мы можем засунуть его сюда вместе с любыми другими пятерками. Так. И у меня получилось, что любые пятерки положительные. В разделении любых. Любых пятерок положительные. Наверное, из этого следует, что они все положительные тоже. Из этого следует, что они все одного знака вроде бы. Все одного знака, да. Потому что если тут ноль, и мы взяли сюда отрицательно, сюда положительные, а потом поменяли местами, то вот здесь было положительно, стало отрицательно, либо наоборот. И хотя бы одно из них меньше нуля. Так? Да, да. Значит, они все одного знака, но если все отрицательные, то если все отрицательные, и один ноль, да, у нас остался. Сейчас, значит, еще раз. Ставим здесь ноль, да? Тогда у нас противоречие в другом месте, да. Ставим здесь ноль. Тогда в данный момент это положительная хрень? Допустим. Да, да, конечно. Из условия. Теперь мы, если здесь есть числа противоположного знака, то меняем местами. То меняем местами. И отрицательные. И оно становится отрицательным. Противоречие. Значит, числа противоположного знака здесь нет. Да, причем вот сюда мы могли выбрать любые пять чисел. Поэтому... Поэтому они все одного знака. Да. Если все отрицательные, то мы сюда ссовываем ноль, а тут оно больше нуля будет. Да, все. Хорошо, доказали, что нуля нет. Да, нуля нет. Все, отлично. Значит, теперь что я делаю? Раз нуля нет, мне достаточно теперь захреначить, что вот у меня вот такое равенство будет. Да. То есть мне нужно напихать столько пятерок, да, пересекающихся как-то друг с другом, чтобы возникло... Так, сейчас. Значит, P это 11 хренов. Да? P произведение всех. Да, 11 хренов. Значит, в степени 2K это 22K хренов этих, да? И здесь 22K плюс 22 хрена. Ну типа. Так, здесь шестерки, здесь пятерки. Значит, нужно... Так, сейчас. В целом ты можешь взять вообще все пятерки, да? Ну да, ну да. Ну а если я взял все пятерки... Сколько их будет-то? Ну, можно, конечно, попробовать, но вот я имею в виду, ты понимаешь, да, что я хочу подобрать K так, чтобы это получилось просто, и все. Да. Ну, допустим, ты взял все пятерки. Ладно, давай взьем все пятерки. Их C из 11 по 5. Да, это... Это четко, по-моему. 11 на 10, на 9, на 8, на 7. Делить на 120. Делить на 120, да. То есть, так, 12 живет здесь и здесь. Да. Итого у меня получилось... 6 на 42. 42 на 11. Да, ну 11 сразу сокращаем. То есть у меня 42 раза войдет каждый. P в степени 42. И синяя. Сейчас, почему ты 11 сократил? А потому что в каждую... А, ты в каждой 11 сразу. Да. Да. Всем понятно, да? Я взял все пятерки и перемножил. Тогда у меня вот столько получилось... А, подожди. Сейчас 5 умножить на 5 еще. У тебя столько пятерок, да? Да, у меня столько пятерок. Вот столько пятерок. Вот столько пятерок. Значит, столько чисел. Да, и умножить на 5. Умножить на 5, да. 42 на 5. 210. Наши, да. Я помню это число. Так, теперь, если я взял, соответственно, каждый раз шестерка, да, у меня возникает? Да. Каждый раз возникает шестерка. Ну, шестерок столько же, очевидно. Да. И, естественно, соответственно, мы умножаем на 6 вместо этого. Вот и все. П в 210 больше, чем П в степени 42 на 6. Так. Сокращаем, получаем, что 1 больше, чем П в 42. Отлично. То есть, П в квадрате в 21. И мы доказали, что такое невозможно, так? Вроде да. Что, нет? Так. Отлично. Подожди, стой, стой, стой. Мы доказали только одно. Что они все по модулю равны единице. Ну, у тебя же тут строго больше. А, да, точно, точно. Так. Так, то есть, мы доказали, что такое невозможно. Так, где я мог ложануться? Ты с таким видом это говоришь, что я... Давай проверим вот такое. Давай так. Подожди, пока не ищи. Значит, смотри. Допустим, мы взяли двойку один раз и минус единица 10 раз. Тогда пятерка, в которую входит двойка, имеет произведение 2, что больше, чем 1. А пятерка, в которую не входит двойка, имеет произведение минус 1, что больше, чем минус 2. Так? Работает или не работает? Что? Берем под такой... Сейчас, стой. Минус. Это 2 просто. Она больше, чем 1. Так. Так. Минус 1. Работает. Это что, противоречие математике? Подожди, это противоречие... Так. Почему тогда? Что же пошло не так? Так, а что пошло не так? А пошло не так вот что. Если минус 1 больше минус 2 и минус 1 больше минус 2, то минус 1 умножить на минус 1 не больше, чем минус 2 умножить на минус 2. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Правда, да? Вы поняли, где я ошибся, да? Я бездумно перемножал неравенство, сохраняя знак. Так, а это делать нельзя. Блин, это гениально. Вот если бы я не занимался этой фигнёй, я бы сразу выдумал этот контрпример. Так. Чёрт. Ну, я же говорю, задача это что-то. Всё, папа официально не профпригоден. Всё, блин, это жопа! Да блин! Вот это жопа, слушай! Но, на самом деле... Кошмар! Я сделал то же самое. Ровно, да, просто? Я сделал ровно то же самое. Перемножил всё. Профессиональная деформация фамильная. Да. Наверное, дедушка сделал бы то же самое. Папа, мой папа. Итак, перемножил всё, получил. Начал записывать. Но я всегда всё записываю, стараюсь очень строго записывать. Поэтому на ЕГЭ я 12-4, в отличие от всех одноклассников. Да, поэтому на ЕГЭ я 12-4. Ну, 12-4 это, конечно... Но я не успел геометрию сделать, чисто физически не успел. Блин! Ну и, короче, на пробном, понятно. И, короче, когда я начал записывать... И, короче, я начал записывать, начал записывать... Это жесть! Но потом, вот, бог меня дёрнул за руку. Я как бы, я реш... Я как-то это... Ну, типа, я всегда пытаюсь максимально строго записывать. И я внезапно понял, что... Что неправильно. Фигня! Га-а-а! Гениальная задача просто! Да, задача гениальная. Мне интересно, сколько человек попалось и записал его. Это ещё много, много. Очень естественная идея, там все пятёрки прям... Очень естественная идея. Ну, давай! Ух! Кто не попался на папу или не попался сам? Или придумал сам пример, а потом он не понял, где папа ошибся? Математика — это прекрасно. Да, я согласен. Это просто вообще... Да, вот это, вот это я понимаю. Вот это номер. Вот это... Если бы я имел коня, да? Да. Нет, ну, я же то же самое сделал. Возможно, ты, когда начал записывать строго, я думаю, возможно, ты бы тоже... Типа что-то осознал. У меня просто в решении, короче, написано. Та-да-да, перемножим. Та-да-да, та-да-да. Потом пара зачерпнутых предложений. И возьмём вот такую десятку. Да, надо было в другую сторону думать, начинать сразу придумать пример. Нет, там хочется доказывать, что нет. Всем хочется, мне хочется. Обалдеть! Просто обалдеть! Задача супер. И... Геома. Задача номер шесть. О! Геома нет? Стереомы. Но... Ну... Это, конечно, стереомы, но... Но я вас умоляю. Но это не... За кусочек у нас, типа, я тебя умоляю, да? Да, но натуральное число N. Трансценентально говорил в коверкотовом пальто. Саша утверждает, что для любых N лучей в пространстве... Да, но N? Да. Какое? Натуральное. Так. Вот, но я не нарисую пространство на доске, и если даже я нарисую пространство на доске, вы его не увидите на своём мониторе. Это N-мерное пространство? Но пространство трёхмерное. А, трёх. Так. Значит, для любых N лучей в пространстве, никакие два из которых не имеют общих точек, то есть вот тут как бы нету общих точек, они друг над другом идут. Да. Он сможет отметить на этих точках, на этих лучах, K точек, лежащих на одной сфере. Мы берём сферу и отмечаем как бы пересечение этих лучей, и он утверждает, что он сможет найти такую сферу, которая пересекается хотя бы в K точках. До любых N лучей в пространстве. При каком наибольшем K его утверждение верно? Так. Надо осознать, что тут было сказано. Итак, да. То есть мы рисуем... Он говорит, вот у меня есть число K. Рисуйте мне любые N лучей в пространстве, которые не имеют общих точек, и я найду вам такую сферу, которая пересекает эти лучи суммарно хотя бы в K точках. И какое K он может выиграть максимально E. А лучи, если бы прямые было бы. Да, лучи. Всегда. Записывать её, конечно, неприятно, но думать приятно. А сейчас, а на двух лучах одна точка, две точки, ну, как бы... Можно. Если она пересекает луч в двух точках, то он отметил двух, две. Минимум K, да, точек? Да, он... Ну, то есть на любых точках он должен уметь находить сферу, которая пересекает их хотя бы в K точках. Я надеюсь, вы поняли условие. Думайте, это пространственное мышление. Хорошо, вот мне дали пять. Это значит, что я могу... Сейчас, то есть... Какие бы пять лучей ты мне не дал, я укажу сферу. На которой K точек. Минимум 5 точек. Как минимум K точек, да, пересекает. Я пытаюсь понять, в чём вообще... Как бы это сказать? В чём препятствие взять огромную сферу и все точки пересекания будут всегда. Вот я пытаюсь понять, в чём препятствие. Где вообще есть хоть одно препятствие? Параллельными могут быть или нет? Лучи могут. Так, сейчас, значит, так. Вот я взял сферу... Лучи не могут иметь общих точек. Да. Ну, чтобы, понятно, не было типа сферы, которая пересекает через одну точку. В целом, это всё равно не важно. Что-то я не могу понять. Допустим, я взял все вот эти вот хреновины. Да. И нарисовал огромную сферу, в которую заведомо все эти хреновины включились. Так. Тогда её точно пересёк каждый луч. Да. Итого, значит, что у нас имеется? У нас имеется оценка k больше либо равно n. Так? Сейчас. А n это что? n это количество лучей. У нас k от n, если что. А, подожди. То есть... k это функция. Сейчас. k от n. То есть мне нужно при числу лучей... Да. ...гарантировать, что я смогу сделать k точек. Да. Ну, короче, у нас есть функция некоторая k от n. И вот мы хотим, как бы, для данного фиксированного n... Найти, какое максимальное число точек пересечения можно гарантировать. Да. Да. Я даже этот вопрос в жюри задавал, хотя в целом понимал, что... Да. То есть первое очевидное утверждение, что n мы всегда гарантируем. Да. Значит, что говорит папа? Возьмем... ...огромную сферу. Огромную. И все лучи уходят на бесконечность, но начинаются внутри нее. Значит, они ее как минимум один раз пересекают. Покажи мне огромную тетю, говорила маленькая Света. Открываю книгу про арахну. Желтый туман. Да. Покажи мне огромную тетю. Отлично. Так. Покажи мне огромную сферу. Так, теперь мне хотелось бы утверждать, что n плюс 1 я уже не получил. И моя математическая интуиция хочет мне это заявить категорично. Хочет категорично заявить, что n плюс 1 не удастся. Как же это? Тогда можно пытаться придумывать какое-нибудь плохое расположение, так? Ну да, да. То есть хочется... Сейчас мы хотим придумать такие лучи, на которых мы фиг отметим много точек. Да, то есть вот как бы больше одной мы не отметим никогда. Какая бы сфера ни была, каждый луч получит... Ну, либо какой-то луч получит, конечно, две точки этой сферы, но тогда другие получат хрен с полтиной. Вот, да? Ну, то есть понятно, что k может быть больше, чем n. То есть, например, если у нас все учатся в лабак, то мы просто рисуем off, и каждый пересекает по два раза. Да, ну вот я, допустим, вот где может... Вот что мне заказано, если я имею две вот такие точки? Вот что тогда? Где гарантированно можно мне? Ну, конечно, на продолжение. То есть, если я беру два вот таких луча, то суммарно на них будет две точки макс. Да, отлично. Значит, что говорит папа? Он говорит, давайте возьмем прямую и заметим, что прямую сфера пересекает максимум в двух точках. Да. Но тогда, если мы нарисуем на этой прямой два противоположных луча, то так как прямую она пересекает не больше, чем в двух точках, то эти два луча она суммарно тоже пересечет не больше, чем в двух точках. Да, значит, любая сфера... Оп. Оп. Да. Значит, для этой пары лучей как бы два. Да. Так. Итого, при счетных n мы все доказали. Да, значит, и того папа... Ну да, логично. При счетных n все. Итого папа берет просто какие-то n лучей. Ну, я вообще на плоскости рисовал. Да. Вот такие какие-то n лучей. Да. Которые друг другу противоположны. Да. И понятно, что на каждом из них, на каждой из этих пар отмечено не больше двух точек, а пар всего n пополам, значит, отмечено меньше либо равно, чем n. Да. Отценно достигнуто. Да. Итак, пусть нечетная. Да, пусть нечетная. Сейчас, секунда. Так. 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 Можно ли... Можно ли избежать n плюс первой точки? Как-то, да? Можно ли избежать n плюс первой точки? То есть папа говорит, что у нас уже есть оценка на n плюс один, на самом деле. Да, да. Потому что мы то же самое делаем, но один луч у нас без пары. Поэтому у нас n плюс одна округленная вверх балла лучей. Да, да, да. Ну и всего n плюс одна точка. Отлично. Значит, у нас нечетных есть пример на n и оценка на n плюс один. Но что из этого победит? Да. Смогу ли я? Хочу ли я? Давно ли я тут был? Магнолия! Знаешь, это анекдот, да? Нет. Человек не мог никак вспомнить слово. Какой-то цветок, который называется типа... Магу ли я? Хочу ли я? А-а-а! Магнолия! Так. Ну и что? n плюс один или n? Блин. Ну хорошо, давай начнем с... Русский ты математик или американский? Как с романтическим числом плоскости? Ну один. Берем один... Как с романтическим числом плоскости. Один луч, я всегда добьюсь того, что будет... Ты сам. Да, точно. Да. То есть, если у меня один луч, я точно могу добиться одной точки. Один? Сейчас. Ну, а! Ой! А! Ой! Подожди! Второй день, папа, пока. Проварик. Да е-мое, а! Не, нормально, нормально. Сейчас. Значит, и так, подожди. То есть, так. Значит... Опять пробукнул перед вторым днем, получается. Ну хорошо, вот давай один. Вот я взял один. n равно один. Да. Тогда я всегда могу взять две точки пересечения. Логично. Так. Ну, значит, n плюс один ответ. Ну, давай для трех еще. Три. Ну да, кстати, натуральный n. Ч-ч-ч, три луча. Ч-ч-ч, три луча. И хочется сказать, что можно всегда добиться четырех точек пересечения, а не трех, да? Да, но это уже не очевидно. Абсолютно не очевидно. Вот даже вот так просто сделано, вот и что мне сделать? Как мне добиться четырех? Вот как вот? Если я вот отсюда взял, вот как вот, в чем? Ну, вот, вот, вот у меня три луча вот так идут. И что я буду делать? Как я четырех-то добьюсь? Так. Харена их добьюсь. Вот я тоже над этой картинкой думал. Вот, когда я придумал, там уже это. Причем можно ограничиться окружностями, очевидно, да? Потому что... Ну, здесь, да. А, ну, в смысле, да, понятно, что... Понятно, что и в общем, если, ну, как бы... Что если не получится, то... Что сфера, что окружность, то, значит, я хочу либо доказать, что любая окружность пересекает их только в трех, либо предъявить окружность, которая пересекает их в четырех. Но это если они все в одной плоскости. Ну, так тебе нарисуют в одной, и жопа. Нет, если мы пытаемся доказать, что N, то да. Ну, да. Но вот я не вижу здесь варианта никакого, потому что... Так, подожди. То есть, если один из лучей пересекает две... Так. То тогда хочется сказать, что один из этих двух окружность пересечь не может. Допустим. Ну, вроде очевидно. Ну, допустим, да. Да, логично в целом. Ну, то есть, при N равно 1, ответ 2. При N равно 2K, ответ 2K. Так. А при N равно 2K плюс 1, 1K больше 0, ответ все-таки 2K плюс 1. То есть, я. Но хочется так сказать, да. Нет? Ты опять кое-что забыл. О-о-о-о-о-о-о-о. Ё-моё. И что, всегда? Да? Мы же можем делать на втором луче тоже две точки пересечения. И тогда, если у нас на обоих лучах по два, да, он один не пересекает, но зато тут по два. Ё-моё! Ё-моё! Значит, тут тоже. И вот эта картинка, она уже сильно намекает. N плюс 1, N плюс 1. Короче, ну да, ясно, видимо, что при нечетном будет N плюс 1, да? Так. Ну как? Ну давай я скажу, наверное. Ну давай, расскажи, да, что-то я не могу догнать. Значит, ну в целом, если вот отсюда она уже быстро развивается. Ну, наверное, я бы ее решил. Наверное. Не знаю. Если бы ночью подушками не кидался. Да, 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 точно. У меня такая же жопа была. Я тогда сел, посмотрел на задачу и упал на нее. Просыпаюсь, прошло час сорок. Так, еще немножко посмотрел, более свежим взглядом. Родил какие-то идеи, из которых какой-то там бальчик один или два наброс. Потом опять упал, заснул уже до конца. Так. Ну это с успехом, это с успехом. Вот, значит, короче, берем любую плоскость, не параллельную ни одному из лучей. Да. Тогда все лучи уходят либо сюда, либо сюда. Ну. То есть по одной из этих двух сторон уходят на бесконечность. Ну да. Но у нас лучей 2К плюс 1. Да. Значит, хотя бы с одной стороны на бесконечность уходят К плюс 1 лучи. Да. Принцип Дирихле нам бесконечно заявляет. Да. Отлично, берем эту сторону. Я после того, как познакомился на Олимпиаде Всесоюзной там же с грузинами, я после этого всегда ржал над словом Дирихле. А знаешь, почему? Почему? Потому что хле это, ну в общем, да, то самое трехбутыное слово по-грузински. По крайней мере, мне там это рассказали. Я не ручаюсь. У нас, кстати, грузин, это наверняка есть на канале раз в 200-3000. Так что в комментариях, те, кто знает грузинский, отметьте верно, что хле – это неприличное слово. Но я, по крайней мере, вернулся с тех пор, на уроках всегда ржал. Меня даже выгоняли за это. Иногда Дирихле сразу становилось смешно. Значит, берем плоскость очень далекую отсюда. Так. Оп, плоскость. Так, ничего, ничего. Все лучи начинаются раньше нее, но потом они ее пересекают. Да, 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 да. Ну хорошо, давай скажем, что это не плоскость, а огромная окружность. Да, 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 огромная окружность. Тогда они начинаются до нее и входят в нее. Да, да. Но где-то должны и выйти. Где-то должны выйти. Значит, каждый из К плюс один лучей пошел и вышел. Получали два К плюс два. А, подожди. То есть ты на самом деле вообще забил вот на эти лучи. Просто забил. Да. И взял, сделал по две точки на каждом из этих. Да. Как раз та же самая идея, по две точки на каждом. Это гениальная задача. Слушайте, автору этой задачи ставится величайший респект. Пять с плюсом и книга «Математика для гуманитарии» в подарок, если мы когда-нибудь в жизни встретимся. И у меня будет с собой книга. Потому что это полный вообще восторг. По-моему, это самая красивая задача из всех, которые до этого продиктовал. Это очень круто. Я не знаю, кто автор, но это очень круто. Ну, еще раз, мы взяли, короче, очень далекую плоскость. Офигеть. Ее все пересекли, К плюс один. Дальше, да. А потом сделали ее сферу. Чуть-чуть изогнули, и она, естественно, снова. Туда, туда, туда изогнули. Тогда они в нее вошли, но должны и выйти. Входят и выходят, как у пятачка. Вот это математика. Слушай, второй день – это вообще полный восторг. Это две задачи, как на подбор. Да, ну, а третья? Какие крутые, а? Третья, да? Ну, а третья – квадраты. А, подожди, третья – это же квадраты, да? И отсюда же. Да, вот третья я знаю. Решить я ее не смог абсолютно. И мы не сможем. И мы не сможем. А вы должны смочь. Попробуйте. Давайте я попробую вспомнить. Итак, есть число некоторое. Давай я. Правильно, да? Да, есть натуральное число n. Да. Да. Это его запись десятичная. Натуральное число n. Рассмотрим все различные точные квадраты, которые можно получить из n вычеркиваем не одной из цифровей. То есть берем любую цифру, не знаю. Ну да. Вычеркиваем. Да, да, да. У нас осталось какое-то число скукнулось. Меньшее число, да. И мы смотрим, является ли оно точным квадратом. Пусть там x квадрат получается. Потом берем, вычеркиваем другую цифру. Проверяем. Снова смотрим, является ли оно точным квадратом. Губо шлем. И вот смотрим все различные точные квадраты, которые мы таким образом можем получить. И их количество. Докажите, что количество этих квадратов не превосходит некоторой величины, независимой от n. Как говорят в математике Ограничено Сверху То есть мы можем взять Огромное число n Число n из 100 тысяч триллионов Знаков Вычеркивать из него все цифры по одной Смотреть на все точные квадраты, которые получились И у нас все равно не получится больше, чем Например, тысяча квадратов Существует М Такое, что для любого n Число Различных квадратов Квадратов А что значит различных? Это значит, что Если, например, число 1, 1, 1, 1, 1 Ну, давай даже так 1, 0, 0, 0, 0, 0 А, ну да, ну ты вычеркивал Все время, да Мы вычеркиваем как бы одинаковые Разные цифры, но получаем одинаковый квадрат Это не считается Считается именно различных квадратов Меньшее То есть размер множества точных квадратов Можешь сделать Да Ну, я не привозил никак Ну, это полный гроб Ну, не полный гроб Полный гроб от задача 8, но она тоже геометрия Ну ладно Ну, в общем, это, наверное, ребята Дима Белов, наверное, разобрал, как обычно Да, там, или Боря Трушин разобрал Ну, в общем, бог с ней Давай следующего Я ее не решил А Восьмая геометрия А, восьмая геома, да Причем геометрию ее решил Один человек на Олимпиаде И потратил на это 14 листов бумаги На одну задачу И он стал победителем сероса абсолютным Больше всего Ну, собственно, он участник и победитель Международной аимпиады в математике И он в топ-6 сероса по информатике Туревский Максим Да Максим, удачи в этом году На фотофорсах у него, по-моему, почти 3000 было И сейчас там что-то в этом роде А мы будем выступать под белым флагом, да? Не знаю Я это Не то, чтобы я на меня знал Особенно важно всех порвать Вот именно, как бы, вот в этом случае Потому что это, ну, как бы, такая Харкотина в рожу этому сраному западному миру Такая огромная верблюжья Вот Поэтому те, кто поедут, попробуйте это сделать Вот так вот Короче Удачи Переводя на нормальный язык Папа не... Скажем так Папа считает неправильным ограничение детей Абсолютно Я считаю, что... Независимо Я абсолютно Я говорю про политику Я уже говорил много раз Я абсолютно толерантен Любая оценка текущих событий Меня устраивает, если она там человеком принята Ну, надел себе пиджак и носишь Но то, что они запретили нам участвовать под нашим флагом Детям Детям Это просто... Очевидно, дети пока ничего не делают Все эти ракеты должны к ним туда Вот прийти на их базы и все там разбомбить нахрен Вот этот Лондон, там, Нью-Йорк Чтоб в жопу себе пошло Все! Ура! На позитивной ноте заканчиваем Вот Да Матковь, привет всем!